Женщина заходит в аптеку и спрашивает, что лучше, валидол или димитрол? Она говорит, зачем вам? Какой диагноз? Она говорит, туфли за 30 тысяч для мужа. Муж из детства. Я не знаю, у кого проблема у вас или у меня, ничего не поняла. Я Лариса Гузеева. В эфире давай пожелимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Ольга, Лариса и Диана. И бороться они будут за Артура. Ну что, страшно? Пойдемте. Артур, 52 года. Профессиональные амбиции заставили его сменить страну проживания, но супруга не поддержала его и подала на развод. Артур адвокат. Интересуется политикой, женщинами и недвижимостью. Любит ходить в дорогие рестораны. Восхищается красотой Надежды Грановской. Мечтает, чтобы будущая жена подарила ему дочь. Артура не привлекает распущенные блондинки с вредными привычками. Женится на грациозной брюнетке, которая будет служить ему музой и осуществит его мечту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно нам вас видеть. Я вам хочу цветочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Это еще приятнее, я вам скажу. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, сначала молодой. Кто бы сомневался. Спасибо, спасибо. Не ревнула. АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь лучше, чем на фотографии, да? Да. Я, конечно, понимаю, что идеал вашей женской красоты Надежда Грановская. Знаете, как перед смертью спрашивают ваши последние желания. Так и я предлагаю вам. Прежде чем начать вас пытать, я вот хочу вам сюрприз устроить. Надюха, заходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень приятно, что адвокаты тоже мне интересуются. Вот, видно, что жених заволновался. Заволновался и смотрит на... Ну, еще бы с такой девушкой. Будем знакомиться с невестами, нет? Ну, девчонки, ну, конечно, будем. Я уже девушка практически замужняя или замужняя. А, то есть у тебя все хорошо? Ну, у меня вообще, в принципе, все хорошо. Не важно, я одна в жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я человек самодостаточный, поэтому у меня в любом случае все хорошо. Вот, а вас нужно женить обязательно. Такой статный мужчина просто не должен оставаться один. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы ведь женились в созрательном возрасте? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мне было 29 лет, и я как бы увидел сон и понял, что если до 30 лет я не женюсь, как бы я пропущу свое время. А в вас течет какая кровь? Во мне много крови, как бы. Ну, преобладает. Если вы хотите знать, откуда я родом, корни мои с Эфиопией. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего себе, я думала, Армения. Боже мой. Я тоже думала, кавказская какая-то национальная. Надо же. Смотри, такие брови. Ну, я родился на Горном Карабахе. Такая республика с ней признана. Ага, ясно. И это там вы с соседкой Романа решили завести? Нет, нет, это не там. Это потом вот были известные события в Баку, как бы. Мы жили в Баку, как бы. Потом переехали в Армению, и мы были соседики. Мы жили в одном коридоре, как бы. Это была так, полуобщага была такая, как беженцы мы были. Ну, как-то у меня были какие-то мысли к ней, как бы. Но он все равно как-то не решался сказать, как бы. Потому что отношения она такая выглядела, очень так, тоже грациозная, как бы, такая, строгая такая. Мы даже здоровались через раз. А он так интересный, когда начинает говорить, прям так вот, знаешь, такая идет энергетика от него. Вот, когда посмотрел на часы, я понял, что как бы я не бессмертный, как бы, да. И что можно было остановить, как можно остановить время? Время можно остановить, я понял, только через ребенка. Потому что, когда ребенок будет, время останавливается, ты наоборот уже как бы... Это ваше бессмертие, естественно, и наше, да. И я понял, что, ну, естественно... И стал здороваться с ней чаще, прям по пять раз на дню. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет? Я набрался смелости, как бы, пришел к ней к кому-то... Выпил перед этим? Нет, я не выпивший был. Я пришел к ней и сказал, знаешь, когда много встречаешься с женщинами, очень много общаешься, вот это слово я не мог выговорить, давай пожаемся. Потому что это было первый раз. И я сижу, она смотрит на меня, как на дурака. И я как украл, выдавился, говорит, давай пожаемся. Она говорит, ты что, дурак, что ли? Ты даже со мной не здоровся, говорит, я тебе не знаю. Я сказал, тебе три дня срока. Мне времени мало, я должен до 30 лет, чтобы мне был ребенок. Девять месяцев минус. Осталось нам месяц два-три, подготовка. Она сказала, нет. Она говорит, тогда я в душ побежала. Вот так, математический расчет. Он решил, что ему надо. Да, и все, да, да. Все равно, все равно, надо ли это делать, какие гены, да. Я говорю, тебе очень трудно сразу вот так сказать слово, да. Я говорю, смотри, я тебе расскажу притчу, а ты слушай внимательно. И делай, вот как я тебе расскажу. Было два друга, как бы, да, они друг дружили. У этого друга одного была сестра. И вот он тоже так же, как я, не мог, как бы, сделать ей предложение. Каждый раз приходит и не говорит. Я вот, как бы, все выдавил, а ты даже не отвечаешь. Я говорю, смотри, как бы, да. Я говорю, если ты согласна, то ты, когда я буду ходить, как бы, да, смотри, я выйду куда-нибудь, ты мне положи в карман что-нибудь ненормальное. Вот в той притче девушка положила морковку в карман, по-моему, жениху. Я говорю, я вышел, пришел, смотри, у меня в кармане кусачки от сахара. Ух ты. Я говорю, это твой знак. Я говорю, все, тогда мы быстро делаем свадьбу. Смотри, эмоционально такое, да, как и я. В общем, в течение трех месяцев я сделал свадьбу. И как раз мой сын родился 3 января. Какой вы молодец. А когда решили уехать в другую страну, в Америку? Мы собрались в 98-м году, переехали в Америку, как бы, да. И там она забеременела, в Париже, как бы. Вторым? Да, вторым. И родился ребенок, вот Джордж, второй сын родился, все нормально, хорошая парень. И вот вы вынуждены были пойти работать, шиферить? Да, ну такси, как бы, это самое, это такое, она в Америке считается так, она, в общем, быстро, так можно заработать неплохую копейку, в принципе, там, через здоровье, через труд, как бы. Ну, я устроился, правда, языка не было у меня, потому что я изучал немецкий. Она была недовольна вашей работой? Ну, она, как бы, знаете, женщина, как женщина любит ушами и, вот, как бы, окружающим миром, как бы. А вы приходили никакой у Хайдаханы после работы, да, вам уже не до комплиманов? Я приходил, как бы, в смысле, там, работа тяжелая, приходишь, уставший, ложишься, спишь. И тут она стала показывать свое недовольство? Ну, естественно, она работала в банке, я его сылал ее на работу в банке, ну, как бы, приходят вот эти семь, тамошние вот эти коммуникики, и говорят, ой, Линочка, как тебе не повезло, вот, твой муж такой алкоголик со шрамом, там, пятый, седьмой, ва, ва, как тебе жизнь не повезло? Ну, а так, да, вот, мне не повезло, действительно, ты моя судьбу, там, погубила, пятый, седьмой. Да, эти подружки могут напеть в уши. Тебе он нравится? Очень нравится, очень нравится. Очень красиво и стильно одет. Ну, он галантный такой, галантный. А женщины еще там в Америке стали появляться? В Америке нет, в Америке опасно иметь женщину, потому что меня там судили за сексуал арасмент. Что подходит под сексуал арасмент? Если ты смотришь женщину прямо в глаза, если ты, допустим, облизнул губу, смотря на нее, если ты вот так, ты вот так, как-то вот так, предсмокнул, я сегодня еще посмотрел, значит, гарантирую. А у вас кровь-то какая, конечно, и вы, ну, естественно, след. Пару раз предсмокнул. Грановская, тебе там в Америке делать нечего, там пол в Америке будет сидеть в креме. Я могу вообще вот так посидеть. Да, да, да. Видишь, как, то есть это другой менталитет. На сегодняшний день в сухом остатке у вас двое детей, которые живут в Америке. Да. Сколько им лет? Одному 20, 21, вернее, уже как, второму 14-15. Помогаете, которому 14? Да, на мере возможности, естественно. А сейчас где живете? Живу в Москве. На что живете-то? Ну, у меня дом с землей возле метро Метинина. А вот вы пили и курили, сейчас бросили, я так поняла. Да. Но здоровье-то еще позволяет? Да, конечно. В этом генетические коды мне очень сильные, потому что мой прадед, первый разживался в 60 лет. Смотри, как прониклись к нему все. Все женщины сидят, он их обаял. Вы человек искушенный, много уже пережили свои 52 года. И девал-деал женщина у вас очень непростой. Очень красивая, да. Ну, конечно, красивая, признанная всеми. Но это всего лишь красота. А если бы столкнулись со мной как с человеком с характером, то, конечно, вряд ли бы вы на мне женились. Прямо в глазах написано «Агнез Бойба». Ну что это? Какая красота. Какая красота можно и потерпеть. Правда? Честно говоря, из моего опыта я знаю, что в красивом теле красивой души бьет. Да, я тоже понимаю, что все проблемы от некрасивых. Они злые и завистливые. Это, между прочим, в Америке так мимо судья объяснили. Когда судья, когда подошел, когда, в смысле, когда это самое, сказали, что никогда не имея дело с толстым и некрасивым женщиной. Я говорю, почему? Потому что они тебе никогда ничего не простят. Артур, давайте сейчас определим. Если будет такая же красавица, как Надежда, на что будете закрывать в браке глаза? Как сказал Антон Павлович Чехов, все должно быть прекрасно. Душа и тело. Должно быть все в разумных границах. Все должно быть понемногу. А вы таких видели? Я как бы жил с такими даже, скажем так. Так а где же они теперь эти? Ну, как бы так получилось, что я отпускаю. А, кстати, они от вас уходили или вы уходили? Скажем так, я делал так, что они меня отпускали. Потому что женщин много красивых. Ну, тогда, знаете, если, Лаис, позволишь, я вам, как сваха, знаете, какую невесту буду выбирать, которая вам здоровье еще сохранит и разрешит жить подольше? Ну, мне, знаешь, вот кажется, что я из трех претенденток самое лучшее. Я верю очень в судьбоносные встречи. Я желаю, чтобы вот из этих трех девочек, вот, или женщин, вот, чтобы вас ёкнуло на какую-то одну из них, и вы действительно встретили свою судьбу. Артур, вы человек арки сложный, непростой, хитрый, с огромным опытом, битый. С вами тяжело. Девушка не просто должна быть красавица, как Надя Грановская. Она должна практически жить, мне кажется, по вашей системе ценностей. Если шаг вправо или влево, сначала вы будете показывать свое, выказывать недовольствие, а потом сделайте все так, чтобы она ушла. Лариса права. Сразу было подмечено, что он очень опытный, у него большой жизненный опыт. Я могу сказать, что Артур очень гармоничный, действительно искушенный человек. Гармония состоит в том, что Луна и Венера находятся в водных стихиях. Это говорит о том, что человек точно знает, какую женщину ему нужно. И действительно, эта женщина в водной стихии похожа на Надежду. Вот, посмотрите, длинные темные волосы, большая грудь, пластичная, плавная. Ну, подход вот сделал, да. Она медленно, плавно разговаривает. Как она сидит в кресле, посмотрите. Она растеклась в кресле. А ты кто? Овен. Хотя овен. Но, возможно, что Венера находится в знаках рыбы, например. То есть водная стихия чувствуется. Лидусь, а если не встретит вот такую вот мягкую? Я хочу сказать еще, какая женщина нужна. Женщина нужна женщинам мама, но главное, женщинам любовницы. Секс очень важен. Вот, потому что скорпион сексуальный знак самый. Ну, Лариса, ты тоже любишь секс. Я думаю, ты ему подойдешь. Так, встречайте невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, Артур. Я Ольга. Здравствуйте, красавица. Очень приятно. Вот тебе маленький цветочек. Спасибо. У вас королевское имя, и я хотела бы быть вашей королевой. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы действительно подходите под описание Артура, что уже приятно, правда? А что в вашем понимании патологически неверный? У меня была такая ситуация в жизни. Мой первый муж был мне, как потом я узнала, уже неверный. Ребенок был? Да, у нас был сын. На тот момент, когда я узнала об этом, сыну было два года. А это ее мама, да, я так поняла? Или это ее тетя? Да не важно, Лариса. Мне кажется, это ее подруга. А что же это за подружка, которая вам открыла на его глаза? У меня было много друзей и знакомых, которые об этом говорили, что встречали моего мужа в ночных клубах с разными девушками. Надь, Рос, Лид, вот как вы считаете, нужно открывать подруге глаза? Вот я считаю, что нет. Я тоже считаю, что нет. И спишу, а потому что все равно виновата потом же будешь. Да, в моей маме все же... А не помирится? Никого не своди, никого не разводи, всегда будешь крайней. Ну, знаете, я никому не верила, я говорила, что это не о моем муже, что мой муж мне не может изменять. И вы до поры до времени закрывали глаза, пока однажды не увидели его? Да, я сама увидела это. Я ездила по делам своим и увидела его, как он сидит в машине и целуется с девушкой, обнимается и целуется с ней. Для меня это был шок. О, это самое страшное. Вы подошли, открыли дверцы? Нет, я не смогла этого сделать. Вот вы на ватных ногах поднимаетесь к себе домой, он приходит, как ни в чем не бывало. И вы что? Я собрала документы на развод. А почему сначала не поговорили? Почему не спросили? Он отрицался, он сказал, что я слепая, что мне показалось. Ну, может быть, и стоило сделать вид, что показалось? Возможно. На сегодняшний день я, наверное, так бы и сделала бы. Тогда мне было всего 23 года. Я не смогла справиться с этим. Я подала на развод, но в течение месяца, который нам дали на раздумье, так как у нас маленький ребенок, нам дали месяц. Он вел себя идеально. Это был идеальный муж, он нигде не гулял, он был все вечера дома. Ну, вот видите. А вы как к нему продолжали выпиливать мозг? Я его любила. Я его любила. Вы его любили, и вы закрыли глаза на всю эту ситуацию? Да, я закрыла глаза. Я со временем приняла такую позицию, что я действительно была слепая, и что мне все это показалось. Очень хорошо. Молодец. Это водная женщина, водные стихи. Солнце в знаке рыб, Венера в знаке рыб. Это как раз тот сексуальный типаж, который вам подходит. А чуть он мягкая-то у вас. Пластичная. Все это время я не работала. То есть он так хотел, чтобы я не работала. И когда ребенку уже было почти три года, я изъявила желание выйти на работу. И я вышла на работу. И вот однажды я возвращалась домой. Вот один вечер я была счастлива, потому что я на людях. Почему ванны-то у вас? Я не знаю, почему именно там. То есть вы принимаете ванну, не закрыли дверь, он заходит и начинает вас дышать? А я никогда не закрываю дверь. И начинает вас дышать? Да, он просто начинает меня топить. Трезвый? Я не могу сказать, он был трезвый или он был в каком-то состоянии. Причина в том, что я пошла на работу, что я слушала его. Она очень эмоциональный. По-моему, у нее пошаливают. Ну, он ей один раз что-то скажет, она вслезу убежит. Как выжили? А у меня была единственная мысль. Мне нужно выжить. У меня ребенок там за дверью, у меня ребенок. Мне нужно выжить. И я собрала все силы, вот воздуха, за сколько у меня было. Я просто затаилась под водой, а ногой я выталкивала пробку из ванной. Моя девочка. О, гад. Посадили, наверное, его. Сволочь такой, а? Нет, что вы. Как? Он вас чуть не убил. Ну, я не заявляла на него. Почему? Потому что водная женщина. Я просто... Я просто... Я просто... Я просто... Даже не ушла, я просто ему сказала, чтобы он уходил. Мне ее очень жаль. У нас с ней похожая история. То есть она остается тоже одна с маленьким ребенком. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Лидия ответят на ваши вопросы в любое время. Через несколько минут мы встретимся с вами. Пока реклама. У вас появился следующий мужчина. Да. Мы были уже давно знакомы. Были давно знакомы. И через 10 лет мы с ним встречались снова. Он стал ухаживать за мной. Сколько вы с ним прожили? 10 лет. Расстались потому, что не могли забеременеть. Он был бесплодным, да? Да. Мы не могли иметь детей. А вы хотите еще ребенка? Хотелось бы. Вот вам сейчас 38 лет. Вы считаете, что не поздно, если у вас все срастется с Артуром? Я считаю, что вообще можно рожать до 45 лет. Вообще я могу сказать, что по прогнозам, в принципе, и у Артура, и у Ольги могут быть еще дети. И это даже довольно-таки скоро. Это 15-16 год. Если бы мне сразу же после какой-то промежуток времени, хотя бы через месяца три, появился у меня мужчина, мне кажется, было бы легче. Я бы это легче все пережила. Я думаю, что ты бы не приняла другого мужчину. У тебя такая была сильная боль. У меня есть информация о том, что когда у вас плохое настроение, вас лучше не трогать. Это что значит? Вы на людей бросаетесь? Или об стенку головой бьете? Или уходите куда-нибудь? Ну, плохое настроение, это когда просто после работы, уставшая. Ну, вот просто хочется помолчать. Не надо со мной в этот момент разговаривать. Он тоже будет молчать в этот момент. Просто общаться не нужно со мной. Я хочу помолчать. Табличку. 5-10 минут. Занятая. А это достаточно мне просто сказать, я хочу помолчать. Было молодец, что об этом заговорили, потому что в браке это очень важно. Хочу отметить, какие положительные качества. Луна находится в знаке Девы. То есть Ольга поддерживает порядок в доме. В доме чистота. Уют, комфорт. Все постирано, поглажено, отмыто. Это тоже очень важно. А давайте проверим. Для вас, наверное, это важно. Может, маниакальная чистота у нас есть в роли. Давайте. Привет. Меня зовут Ольга. И мое утро начинается с зарядки. Я слежу за своей фигурой и за своим здоровьем. Веду здоровый образ жизни. На работу собираюсь достаточно быстро. Почитаю офисно-деловой стиль. При этом стараюсь оставаться женственной, и элегантной. Все мои родственники и друзья отмечают, что я вкусно готовлю. Прогулка на свежем воздухе – это отличный заряд бодрости на весь день. А осень – это пора любви. А вот роскошная презентация, роскошная, одна из лучших. Мне кажется, что она ему не очень. То есть так, приятная женщина. Надюш, ты так смотришь внимательно на Ольгу. Есть какие-то вопросы? Видишь себя? Нет, я себя не вижу. Я не могу сказать, что я совершенно другой человек. Я тоже люблю готовить. А ты бы простила, не дай бог, такую ситуацию? Ты знаешь, я бы тоже не обратилась, честно говоря, ни в какие органы. Но, поверьте, девочки, его жизнь наказала за его поступок. Он и так наказан. Я уверена, что у него ничего не сложилось. И, поверьте, не сложится. И на этом точка. А что касается непосредственно вас, конечно, вы очень женственна. Вы увлекающийся человек. Это заметно, это видно. Вы сексуальна. Вы хозяйка. Вы прекрасная мама. Она сейчас все вопросы задаст, девочки? Может быть, к тебе будет меньше приставать? Мне интересно посмотреть на сюрприз. Можно? Да. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И утром, расставаясь, обернуться, и помахать рукой, и улыбнуться. И целый день волнуя ждать вестей. Ну, как-то грустновато. Я прямо сейчас заплачу. Как мало тех, с кем можно помолчать. Кто понимает с полуслова, с полувзгляда. Кому не жалко год за годом отдавать. И за кого ты сможешь, как награду, любую боль, любую казнь принять. Вот так и вертится вся эта канитель. Легко встречается, без боли расстаются. Все почему? Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. И мало тех, с кем хочется проснуться. Мы мечемся, работа, быт, дела. Не вышла до конца у нее эта боль, видишь? Спасибо, дорогая. Спасибо. Это было очень трогательно. Проходите. Вот такая тонкая, трогательная, трогательная. И внутри чистый человек. Я не знаю, как с вами получится или не получится, но уж не обижайте. Но при этом, извините, Лариса, она очень сильная. При этом, при всем, она сильный человек. Артур – шикарный мужчина. Артур – шикарный мужчина. Он слушал твои стихотворения, он даже не мигал. Ну вот, что касается астрологически, я считаю, что совместимость очень хорошая. Дело в том, что есть несколько показателей. Например, ваша Луна находится в знаке рыб, а ее Солнце, Венера, Меркурий тоже находятся в знаке рыб. То есть вы, в принципе, очень хорошо совместимы. Понятно друг с другом. Артур не Ольгин совершенно мужчина. Абсолютно могу сказать это точно. Потому что ей нужно дать пространство для творчества. Она без этого жить не может. Дышать не может. Артур не даст. Почему? А потому что ему нравится, когда женщины покорные. Оля, он не заметил, что ты страстная женщина. И я вот думаю, что... А я и не пыталась показать изначально там свою какую-то другую страсть. Не та обстановка. Но у вас есть три бонуса. Вы можете узнать скелет в шкафу, семейную тайну, либо пообщаться с ней в течение минуты наедине. Что выбираете? Я выбираю свидание. Пожалуйста, мы вас ждем. Проходите. Мы пока последненькие. Я хотела бы узнать у вас... Вот вы указали, что хотели бы, чтобы ваша женщина не работала. Как вы отнесетесь к тому, если я все-таки буду работать? В принципе, это как бы не аксиома. Если женщина будет работать, успевать все по дому, то я, в принципе, нежно бы там забыл. Если будешь успевать и там, и там, как бы. Отлично, я все могу успеть. Не было, чтобы только я работаю. Я вот пошла с работы, устала, вообще, от твоей, вообще, посуду вот такими. Ну, посуду я беру на себя. Что, он все плачет и плачет? Прям даже смотреть на нее. Ну, есть такие женщины... Ну, послушай, мы все разные, слава богу, потому что, если бы мы были похожи... Что-то у вас с Розой много претензий. Одинаковые. Все люди разные. Я жениху хочу хорошую невесту найти. Вот вот моя задача. Что-то вам интересно обо мне узнать? Ну, ты, в смысле, один раз была замужем, да, как-то? Два раза. Два раза? Два раза была замужем. Один ребенок, да? Один ребенок, да. Послушайте, ну, он тоже старче, 52 года, хочет гулять по буфету. Ему Грановскую подавай. Пусть посмотрит на себя. Ну, пусть помечтает хоть немножко. Пусть помечтает. А вот на такое, как у Ольги Грузи, чего не мечтать-то? Красавица. Ну, поплачет она. И, значит, и к нему будет жалостливой, и к его детям. Что-то еще интересное вам обо мне узнать? Ну, я думаю, у нас будет, мы еще продолжим как бы общаться как бы. Замечательно. Артурчик, мы вас ждем. Мы вам помыли кости. Довольны пришли. Но как при таком вот общении тет-а-тет? Ну, все сложно, конечно. Так сразу очень трудно что-то сказать. Я думаю, что... Ну, нравится? Как женщина, внешне она приятная, как бы. Ну, чуть сентиментальная, это даже где-то и плюс, как бы. Ну, я думаю, что нужно с ней поработать дальше. Ну, мужчинам нельзя изначально душу открывать свою. Нельзя. Причем неестно. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Меня зовут Лара. Сегодня королева буду я. Вот тебе маленький цветочек, и очень приятно. Очень приятно. Лариса, 38 лет. Парикмахер и мастер по наращиванию ногтей. Работает администратором в салоне красоты. Любит пляжный отдых и горнолыжные курорты. Увлекается флористикой. Мечтает открыть массажный салон. С размахом отметив розовую свадьбу, муж Ларисы собрал вещи и ушел к другой женщине. Надеется, что Артур – надежный мужчина. Ларочка, смейте предположить, что годовщину свадьбы отмечают в основном счастливые пары. Что же такого произошло, что вы после такого торжества подали на развод? Мой муж стал бизнесменом, и все, как бы, ушло в деньги. Очень красивая девушка. Ну, королевой будешь ты. Ларочка, а свадьбу отмечали с размахом, прямо на рублевке, подарил кольцо с бриллиантом. Было кольцо с бриллиантом, было очень много друзей, желали и детей, и желали расширения. Я даже думала, что частично друзья знали даже, что происходит. Параллель, да? Да, что в течение уже, как бы, года он уже мне изменял. Какой ужас, господи. Тоже женщина с непростой судьбой. Ларичка, а признался он сам вам? Или друзья опять нашептали? Да, признался он сам, для меня было шоком. Вот прямо после этого торжества, практически сразу? Нет, через три месяца. Что сказал, с какими словами пришел? Я бы сказал, что, дорогая, извини, ты мне мешаешь с бизнесом, ты меня тянешь вниз. И я бы хотела... Вы что, не ухаживали за ним? Как тянете вниз? Не знаю, я вот эти слова его не поняла. Ну, может быть, так как бы... Не вдохновляла, наверное. Да, может быть, я не вдохновляла, хотя я во всем ему помогала в бизнесе. И мы все делали вместе. А бизнес какой? А бизнес... Праздники. Организатор праздников корпоративов. У вас волосы дыбом, вы говорите, что ли вы... Я была, вот если честно, да, только начали хорошо жить. Ему стало неинтересно, он смотрит на ведущего. На Ларису, да, посмотрели, да. Он на Ларису посмотрел, потому что она разговаривает. Ну вы как-то попытались с ним поговорить, Ларочка? Вы же мудрая, взрослая женщина. Сказать, я понимаю, тебе сейчас тяжело, ну давай как-то... Ну, сохраняли брак? Я очень сохраняла брак. А как вы устраняли? Я пыталась, я просто его как бы... Ну, моляла. А себе пытались что-то изменить? Да, ну вот на тот момент я немножечко совершила ошибку, то, что я была вся в ребенке. Вот, и поэтому как-то получилось, что... Мужчины редко такую конкуренцию выдерживают. Да, да. Мы не боимся конкуренции, потому что... Вот, да, я не знала. У нас нет конкуренции. У вас еще был мужчина, да, после него, с которым вы жили до сих пор? Да, был у меня еще мужчина, уже после брака. Вот, ну, я как бы не хотела особо с ним общаться, потому что он был женат. Ларичка, извините, перебью вас. Такой напряженный сидит Артур. А вы в салоне, чем вы занимаетесь, ваша специальность? А у меня все, я и... Массаж умеете делать? Да, массаж. Вот такой напряженный. Смотрите, он прям сидит весь. Да, я вижу, что... Может быть, мы так... Как говорится, язык говорит, а руки делают. Может быть, что-то там ему вы... Да, это будет моим сюрпризом. А, ну вот тогда покажите сейчас. Прямо проходите. Хорошо. Ну, они предлагали делать массаж Артура. Ларис. И что тут мужчина? Тут мужчина... Какой мужчина? Второй. Ой, смотри, взялась за голову. Все. И уже какой мужчина? Все. Энергетика положительная. А может, и своему делу вот такие примочки? А, ну, на тот момент я еще как бы и не особо этим так... Потому что если бы делала, он бы никуда не ушел. Правда? А правда есть такая точка, его можно включить, и раз, сексуальное возбуждение. Выключил. И это. Это в зоне поясницы есть. Ну и чего пользуетесь? Покажите розы где она. Есть в зоне поясницы. Нет, я как бы ни разу не пользовалась. Сейчас нажмет на точку, и все. Все. Ты мой, да? Хорошие точки. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев. Вкусно каждый день. Чем закончились вторые отношения? А, вторые отношения... Он очень за мной хорошо ухаживал, очень прям такой... У него было очень плохо с женой. Но был женат, это остановило? Да, он был женат, и меня еще остановило то, что у него был очень маленький ребенок. Вот, он пришел через три месяца с вещами ко мне. Вот, но я сказала, извини, вот. Может, у меня была с ним любовь? Я любила его. Любила, он пришел с вещами. И вы сказали, пожалев его жену, возвращайся к ней. Если бы он любил и хотел служить, он бы к вам не пришел. После того, как он пришел через три месяца ко мне с вещами, мы еще с ним прострещались ровно год. Что ж за жуткое платье? Героиня. Ну, посоветуем. Ну, все, хватит, а то уже мы расслабились. Проходите на место. Как вам, Артур, как ощущения? И, Кивы Привереда, я бы уже сказала спасибо. Дай телефончик, приду. Я оставлю карту свою, конечно. А, карточка. Лаисенко, а вот муж у нас был не бедный. Да. Что попилили пополам? Ничего. Что, вы ему что, все оставили? Нет, они договорились на сумме фиксированной. Да, вы не брали алименты? Я не брала алименты, да, у нас была фиксированная сумма. А тот дом был у вас? Нет, мы жили на моей жилплощади все 10 лет. А что же за богатство у него такое, я никак не могу видеть смысл? А машина, он хорошо, машина, сколько машина у вас? У него бизнес начал появляться, последние три месяца наши... Но вы попилили бизнес? Нет, сейчас у вас все хорошо, свой салон. Нет, у нее салон, съемная квартира у нее, я поэтому и спрашиваю. Ну, как бы у меня квартира в новостройке, дом сдается в 2015 году. Да, вот. И там уже большая пол, Ларис. Я думаю, он ее не выиграет. Девочки, все понятно, спасибо. Проходите в свою комнату, дайте нам вас обсудить. Спасибо. Ой, вообще так здорово. Надюш, вот я иногда смотрю на женщин, вот все в ней так. И стать, и красивая, и нежная, и умная. С мужчинами не получается. Мне кажется, причина в Ларисе, вот что-то в ней, что-то в ней не срослось. Не удержала ни первого, вторая история, не убедительная для меня. Ну, звезды нам потом расскажут. Да, ну ты знаешь, Лариса, жизнь, в принципе, это игра на самом деле. И нужно это очень четко понимать. Я не говорю о том, что нужно из себя что-то пытаться делать. Наоборот, как раз нужно быть достаточно естественным человеком. Мужчинам очень нравится, когда их держат в тонусе. Может, они, их иногда подначивают, но тем не менее, им все равно хочется домой. Когда он где-то кого-то, какую-то другую увидел, он знает, что там у меня же сидит такая. А если дома сидит такая и посвящает всю себя исключительно детям, и вечно замутанная, и ей уже не дам уже. Вот в том-то и дело, что женщина вот в этом как раз должна в самой себе прежде всего разобраться, найти некий компромисс, все-таки полюбить себя, а потом уже выстраивать как бы свою жизнь. Я сделала выводы, и я буду теперь самая лучшая, и у меня будет самый лучший мужчина. Ну, как бы женщина с опытом, как бы умудренная. Трудно сейчас что-то сказать. Не произвела впечатление на вас? Как человек, да. Очень хороший человек. А как женщина? Как женщина надо опять с ней работать. Я так и знала. Я так и знала. Роза, а тебе? Ну, как женщина, она произведет впечатление, тогда на нашем сайте двое.тв. Привередливая однако. Привередливая, да. Наверное, массаж его просто сильно очень расслабил и затмил ему мозг моей красотой. Если говорить астрологически, Венера в соединении с Сатурном, в секстиле с Меркурием. Это говорит о том, что женщине нужен больше друг и партнер, нежели любовник. Ты всегда сексуальная такая. Я не согласна с этим. Осталось два бонуса. Скелет в шкафу и семейная тайна. Я выбираю скелет в шкафу. Пожалуйста, ваше право. Может, не надо? Надо. Зачем? Приятница. Ох, какое вы любопытное. Что там? Стоило, стоило ради такого скелета. Да. Что там такое? Это не скелет, это скелетище. Это скелетище. Любит вкусно поесть на ночь. А незаметно, в чем душа темится. Прямо. Можно вы просто? Я считаю, что это мой минус, но при том, при том, я... Ты думаешь, это минус? Многие так делают, Лариса. У вас есть еще одна невеста, и вы можете с ней пройти и познакомиться. Можете не знакомиться. Нет, обязательно познакомиться. Спасибо. 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 Диана, 37 лет. Джазовая певица, педагог по вокалу. Любит готовить кавказские блюда и создавать в доме уют. Предупреждает, что не уснет с открытой форточкой. Мечтает родить сына и купить самолет. В прошлых отношениях Диана поняла, что не готова тратить свои лучшие годы на мужа-алкоголика. Надеется, что у Артура нет вредных привычек. Здравствуйте, девочки. Дорогие, что это? Так что заскатит самобран. Давайте я выхаживаю. Так как я люблю... Это моя девушка. Я вам помогу. Так как я люблю готовить, я решила вас побаловать. Это неужели все сама? Это щавель, но на армянском называется авелюк. Авелюк обожаю. А вы его сушеной замачиваете? Да, обязательно. Обязательно. Не обязательно долго. Он еще проваривается. Басту-масу джу. Но это лучше отдать мужчине. Ой, ты посмотри, как она прям накрыла поляну. Слушайте, мир сошел с ума. Какой мужчина от такого мог отказаться еще и загулять и запить? Или это просто вот такая вот чистая закусь, когда рассказываете, Яночка, вы вышли замуж и не умели вот так прекрасно готовить на любом времени? Я готовила всегда. Вот и вы ему вот это готовите все и говорите, саватанэм, иди сюда, я тебе сейчас наку дам. А он лыком не вяжет, да? К сожалению, человек, который пил, не очень-то любил и есть. Какая у него профессия? Строительство. А, кушаешь. Спасибо большое. Армянин? Да, конечно. А, видишь, мужчина выпивал. Ну, тоже женская доля такая у нее. А родители его не пытались как-то, ну, не знаю, образумить и сказать, послушай, такая жена, где ты еще найдешь? Это наоборот, мотива была против. Только потому, что я по профессии певица. Ну, у нас было это обоюдно. Да. И какой джаз, какая сцена. Нам нужна скромная домашняя девочка. Может быть, стоило родить, Диан? Я не склонна к внебрачным детям. Но я считаю, что у него разум возобладает. И вот этой едой его нельзя обмануть. Диан, и вот вы потратили год своей прекрасной жизни. На одного единственного алкоголика. Но вам 37 лет, и я не поверю, что больше никого не было. У меня было, но у меня было это где-то к 19 годам. Да, мы жили вместе. Но был у меня гулёна. Я точно так же задавалась вопросом. Ему все нравилось. Его мама жила в Америке. Я даже помню, соседка, которая жила напротив нас, приехала с Америки, рассказала, что он хвалил тебя, говорил о всех твоих положительных качествах. Артур, а как вам вот деятельность Дианы, вот то, что она джазовая певица? Не будете ревновать? С ума не сойдёте? Нет, не сойду. В принципе, специальности она, как бы, сам ни о чём не говорит. А вот давайте видео с работы посмотрим. И выясним. Привет. Меня зовут Дина. Это моё рабочее место, где мы собираемся с моими учениками, занимаемся вокалом. Начнём наш урок. Не слышу тебя. Уроки по вокалу закончились, и время заняться собой. То есть, показывать. Ещё раз. Ещё раз. И. У нас круто получилось. Класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты парней, ты видела? Я бы уже вам тебя не отпускала. Парни, к сожалению, уже заняты. То есть, она, видишь, шортика себя сняла, подкормила Артура. То есть, прям, ну, всё, всем угодила. Диана, есть ощущение, что кто-то так, что такое уже уходит, и нужно поторопиться? Ну, например, как к рождению детей. Очень люблю детей. Очень. И заметила за собой, что они меня тоже любят. А вы мыслите себе, мыслите, что не будете рожать, что поздно, что уже время прошло? Нет, абсолютно я об этом не думаю. То есть, ещё хотите и успеете? Я не знаю, я отношусь, знаете, как-то, что она для меня не существует. Я живу в небе. Ну, подожди, но вы же живёте на планете Земля. Да. Поэтому существуют биологические какие-то часы. Я верю в чудеса. Ну, вы себе ставите такую задачу. Конечно, обязательно. Не старова для вас, Артур? Честно. Я думаю, что чем опытнее мужчина, тем с ним интереснее. Он поведёт меня за собой. Ну, у него всегда, кстати, вот лицо какой-то вот без эмоций. Да, без эмоций. Ну, он мужчина серьёзный, зачем ему лишние эмоции? Так просто зачать ребёнка не получится. Придётся поработать. И даже могу сказать, что больше нет, чем да, на самом деле. Что ваше... Я не согласен, потому что берётся не по цифрам в паспорте, а берётся по гинокоду. Я тоже согласен. Нет, ни в коем случае. Я говорю сейчас не о цифрах в паспорте, а о определённых связи планеты, периодах зачатия, которые есть в вашей карте. Просто вы, скорее, будете заниматься... Вот, посмотрите, 15-16 год больше своим здоровьем, нежели на зачатии. Артур, любите, всё у вас получится. Оля, только у тебя вышло. Астролог сказал, что у вас предвидится в 15-16 году пополнение в семье. Вы будете ревновать Диану? Потому что если она не будет гастролировать, если она не будет выступать, наверное, и в ночных клубах приходится, да, и ненормированный рабочий день, и ждать придётся. Под неё тоже подстраиваться. Сможете? Ну, большой вопрос. Нет, послушай, я такого заковыристого жениха ещё не встречала. Большой вопрос. Я могу сказать, что и Диана не сможет сидеть дома, потому что творчество – это дело её жизни. Она будет заниматься... Это мы ещё не слышали, как она поёт. Она прекрасно поёт, я могу вам заранее сказать. А может быть, ну её замуж? Может быть, так родить ребёночка? Мы с Розой поможем испытать. Ну, если только вы будете крёстными мамами. Я не буду, мы будем. А то сидит ещё там что-то, да, выкобиливается. Красавица, как угостила, всё схомячила, а сейчас ещё... Очень вкусно, между прочим. Конечно, вкусно, послушай, потрясающе, женщина, потрясающе. Дианочка, я думаю, что какие-то были ваши ещё внутренние противоречия, с чем-то вы не могли мириться, общаясь с мужчинами. Что в них было не так, что раздражает, что вот прямо выбешивает? Ну, кроме алкоголя, естественно. Я ищу более спокойного человека, который уже осмысленно подходит к жизни. Вкусно, в ресторанах готовят пищу. Ты думаешь, она не сама готовила? Дианочка, а что мы форточку-то на ночь закрываем? У нас что? Голос. Бережём голос. Бережём голос. Нельзя. Слушайте, так много говорим уже о голосе и о творчестве. Может быть, послушаем? С удовольствием. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, ради семьи она не бросит карьеру. Не плачь, Зайки. Только не плачь. Ах, хватай. Ах, хватай. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, прекрасная Диана Проходите Вы не достойны ни одной из этих невест Восходите, Диана Просто разозлили меня Ну как можно, девушка для вас поет Поет так, что шерсть дыбом Стоит, вы сидите, идите Молодец, Фарис Она четко все замечает Она даже посмотрела на него, когда я пела А у него был безразличный взгляд Какая вам Горановская Вам нужна такая же жестокосердная Такая же квадратно-гнездовая Без сантиментов Хочется, чтобы такая попалась Чтобы она вас не сказала Диана, конечно, нет Она талантливая У нее голос, у нее не мужчина будет на первом месте А он, соответственно, будет морочиться Ему подышать захочется форточку А она говорит, нет голос Разные они, вот и все Если говорить о Диане, то действительно, она человек творческий Это дело ее жизни Ей нельзя в этом мешать Она не сможет уделять вам столько времени, сколько вы хотите от женщины Но я не соглашусь с Ларисой, что нельзя никого рекомендовать И что вы плохой жених Вы очень глубокий человек Вы очень цельный человек И если вы любите, вы можете жизнь свою отдать за человека, которого вы любите Ты понравилась Ларисе Мы будем с ней дружить Это самое главное У вас остался один бонус Вы можете узнать семейную тайну Дианы Если захотите Хотел бы узнать семейную тайну Дианы Да, Дианочка, иди расскажи, милая У меня есть приветствие от мамы из Еревана Я бы хотела, чтобы она прокомментировала Поприветствовала вас Вас, Артур Артур, я рада познакомиться с вами Но, к сожалению, меня сейчас нет там рядом с вами Я очень люблю мою доченьку Диану Она умная, она талантливая Она знает, как вести себя со взрослыми и с детьми Ее очень любят все наши соседи и друзья Я вас приглашаю к нам в Армению В Ереван Вместе с вами я желала бы, чтобы приехала и наша любимая Лариса Гузеева Чьи передачи я никогда не пропускаю Дианочка, конечно, от осинки не родятся апельсинки Только у такой прекрасной, интеллигентной мамы Могла родиться такая светлая доченька Проходи Спасибо, Рома Дорогая моя, Варановская Надечка Я больно Что советуешь жениху, Артуру? К кому пойти? Я никому не советую пойти, потому что это абсолютно не его судьба, не одна из этих девушек Как, собственно, и девушке совершенно нужны другие мужчины А если он к 50 годам не понял, что надо смотреть во внутренний мир женщины, то как бы, что еще? Вам нужна женщина, которая четко знает, что она хочет семью, она хочет детей, она хочет ухаживать за своим мужем Вот и все То есть женщина, которая может не работать, может работать, но тем не менее, работа для нее не первостепенно Вот, поэтому я все-таки... но вам нужно поменьше все-таки обращать внимание на внешность Кумиры это одно, Артур, да, безусловно Но вы стараетесь в женщине еще искать какую-то другую нотку, какую-то другую окраску А не просто, там, большая грудь, я не знаю, длинные ноги и так дальше и тому подобное Я думаю, либо меня выберет, либо вот... Нет, только тебя Вот сегодня какая-то, Артурочка, метаморфоза произошла Вы так расслабились и показали, какой вы есть на самом деле, в общем-то Поэтому выбирать придется нашим невестам, видя то, что они будут иметь каждый день Я, конечно, Оленьку, пусть плачет Творчество ей поможет не замечать ваши недостатки Оля! Ты человек, черт его, не жалко, ты бы сама не пошла За него бы не пошла бы, нет Ну, у нас все недостатки выковырили, а о достатках нам не дали даже возможности сказать Ну, если говорить астрологически, конечно, весь ваш интерес забрала надежды И вы не смогли почувствовать наших героинь Но я бы вам советовала, Ольгу, у вас действительно очень хороший союз может получиться И очень хорошая совместимость Ольга, тебе понравился Артур? Да, очень хороший мужчина Думайте, у вас есть несколько шагов, которые разделяют вас с потенциальной невестой Мы вас в любом случае поддержим Проходите, куда вы решили? Первая невеста, вторая, третья, четвертая, где вас никто не ждет Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала Я Марьяна, мне 21 год, учусь на менеджера, работаю моделью Люблю танцевать и спортом Если ты воспитанный, состоятельный и красивый и хорошо танцуешь, приходи Я тебя жду Мы не знаем, вы Артур один или с избранницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его Сегодня у нас снег, парень, не грустите Настроение нам поднимет Надежда Грановская Мил мой деда, но уже нет теле от души Мил мой деда, но уже нет теле от души Не ходи за мной, не ходи Страсть сильна, но она снаружи Нами волнует, что впереди Мороз покожет дольше, если глубже Без друга мы пополам Почему мы тогда, как пополам И танец непрекаянных тел Лишает разума Сразу и мамба На свете жизнь без любви Такая вот философия На свете жизнь без любви Такая вот философия Мил мой деда, но уже нет теле от души Мил мой деда, но уже нет теле от души У вас у всех по женской линии большая грудь и узкая талия Скажите, что у вас теперь эрогенная зона интеллект у женщины Вот, кстати, ты одна из них Я сначала почувствовал ее запах, а потом уже увидел ее Вы превратились практически в собаку Да Вечером я надела спортивную форму, кроссовки, вышла на охоту Если мужчин по запаху выбирает, я-то здесь при чем уже Я когда-то тоже садился в шпагал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин